всем привет добро пожаловать на мой канал все кто следит за мной давно может быть помнят а может быть если не помню то просто говорю что сегодня у нас 23 апреля и сегодня был у меня экзамен вот практически по вождению который я успешно сдала и теперь у меня наконец-таки есть норвежские водительские права и сегодняшнем видео хочу с вами просто поделиться тем как это все было потому что вот некоторые моменты для меня были новостью сегодня то есть я думала что это все происходит немножко по-другому я начну с того что на экзамен на практический экзамен вам нужно заранее записываться в моем случае меня записывала моя вот инструктор это не потому что там какая-то там моя была диза инициатива либо ее инициатива потому что я поняла что в этой школе так вот так положено моем случае я знала когда будет этот экзамен еще за полтора месяца до того как мне на него нужно было идти то есть 23 марта у меня было последнее занятие ровно еще там месяц я ждала экзамен почему так потому что я сдавала на механики норвегий можно выбирать механику либо автомат если вы сдайте на автомату на вы будете только автомат если вы сдаете на механику то вы можете вводите автоматы на экране я сдал а на механику поэтому такая очередь большая но говорят что на автомат она там быстрее как-то продвигается. В общем, вам на почту приходит вот дата, в моем случае 23.04.18, 9.30. Пожалуйста, приходите на экзамен. Сам экзамен на самом деле начинается для вас немножко раньше, чем вот 9.30, как я сказала, да. Для меня он начался сегодня без 29. Первые 40 минут, естественно, вы за рулем, с инструктором вы ездите просто вот по городу, ну, чтобы вспомнить, где руль, где педали. И вообще, как говорила моя Лена, вот инструктор, чтобы побороть немножко вот этот стресс, да, чтобы не так переживать. Но он действительно немножко помогает. В 9.20 мы приехали в МРЭО, заплатили там за экзамен. Сам экзамен стоит 1070 крон, то есть 107 евро. И это те деньги, которые, вот, вы платите, получается, за то, что вы берете, как говорят норвежцы в аренду, да, человека, который будет вас экзаминировать. Ну, то есть, грубо говоря, платите ему зарплату за то, что он вот с вами это время будет проводить. И еще, когда вы сдаете на права, вот уже по окончанию того, как вы отъездили все это, вы платите 290 крон, заказывают эту саму карточку, сами права. То есть, 290 крон стоит это изготовление. Это 29 евро. Вот. За машину, то есть за то, что вы ее тоже берете в аренду, и за бензин, которым эта машина будет заправлена, вы платите свою автошколу. Когда платите, показываете документы, удостоверяющие вашу личность. То есть, здесь, в Норвегии. Берете квитанцию, берете этот документ, возвращаетесь вместе с инструктором в машину, и ждете, пока вместе к вам не выйдет сенсор, экзаменатор. Кстати, да, вот, моментик. Те умники, которые мне пишут, что вот ты специально пошла сдавать на права, когда ты беременна, чтобы было видно живот, чтобы тебе там какие-то поблажки сделали. Ребят, это не та страна. Я вас, наверное, разочарую. Здесь вообще никого не волнует, что там я хочу. Хочу я сдать до родов, хочу я сдать там еще когда-то. Если вы приходите сдавать на права здесь, то сенсора волнует только то, владеете ли вы теми навыками, которыми вы должны владеть. Все остальное, там, кривой, косой, глухой, незрячий, беременный, вообще здесь не волнует никого. То есть, то, что вы беременны, и то, что вы не сдали. Ну, как здесь они ко всему относятся? Та де меру, то есть, успокойся, родишь, придешь, сдашь, на этом же жизни заканчивается. То есть, никаких поблажек никто мне не делал. Единственное, за чем они следят, чтобы был вот этот вот ремень для беременных, чтобы вот сикерхэтсбальте, как он называется, вот ремень, да, который мы пристегиваемся, не пережимало живот, все. Все остальные требования точно такие же, как и ко всем остальным. Вернемся к экзамену. Значит, пришел ко мне этот дяденька, мой экзаменатор, и у него в руках был планшет. Он сел ко мне, я еще раз ему показала квитанцию об оплате, еще раз показала Олеге Тимошуну, то есть, вот документ, который доставляет мою личность. Вот. И он это обязательно еще раз проверяет, потому что были такие случаи, это рассказывала мне вот Лена, моя инструктор, да, когда платил один человек за права, а садился и сдавал другой. И это все просекли, и, в общем, теперь такой лох и нету. Даже не пробуйте это делать, потому что это чревато последствиями потом. И я раньше думала, когда шла сдавать на права, что вот те вопросы, которые он будет мне задавать, обязательные, вот, о Secret Health Control, это, в общем, экзаменаторы здесь не задают вопросы вообще по теории. То есть теорию вы уже сдали, их это вообще не волнует. Знаете вы там, как называется тот или иной знак, вот, правильно, понимаете ли вы значение его, или понимаете ли, какую вам полосу нужно занять. Он просто наблюдает, он просто смотрит, как вы ориентируетесь. А вот, вопросы еще раз говорю, поэтому не задает. Но задает вопросы полностью по безопасности машины. То есть вот вы садитесь, как водитель, каждый раз вы должны проверить, там, есть ли у вас в машине бензин, работает ли вот вообще все, что должно там работать. Ну, в общем, вот, по вот этим вот всем характеристикам. И это он не берет с головы, то есть он задает ровно два вопроса, и эти два вопроса, то есть какие вопросы задавать, решает его планшет. Он вводит ваши данные, так вот, хоп, старт, и планшет выдает. Вопрос такой, у меня сегодня попался вопрос об АБС, то есть он спросил, где находится эта лампа, можно ли ездить, если АБС, в общем, отключен, либо не работает, как долго можно ездить, в общем, об этом, о всем. Ну, еще этот планшет задал вопрос о том, как проверить усилитель рулят. Ну, и тоже вы это все рассказываете, объясняете. А потом он опять вот так вот, хоп, продолжить. И этот планшет прокладывает путь, по которому вы сегодня поедете сдавать. То есть, опять же, не этот экзаменатор сам решает, там, куда вам ехать, налево, направо, там, на хеймдалл, на тиллер или куда. А вот планшет для экзаменатора тоже, ну, скажем, не то чтобы в новинку, то есть, экзаменатор не знает тоже наперед, куда вы поедете. Я думаю, что это тоже, знаете, какая-то такая, даже не борьба с коррупцией, а исключение ее. Ну, то есть, вы не можете, если это там какой-то ваш брат, сват, знакомый, там, друг, он вам наперед не сможет сказать, куда вы поедете, правильно? Ну, и все, после этого вы садитесь, и он вам заранее говорит, следуй там, например, такому-то знаку, мы едем туда-то, на перекрестке налево, на перекрестке направо, ну, это все понятно. И параллельно вот вы едете, и он в этом планшетике что-то себе там отмечает, то есть, не пишет, а отмечает что-то. Вот сам экзамен, кстати, длится час-пятнадцать минут, с расчетом на то, что полчаса это будет бла-бла-бла, то есть, он задает вопросы, вы там отвечаете, и все остальное время вы катаетесь, ездите, точнее, вот. Никаких комментариев вообще во время вождения он не дает. Вы можете говорить о каких-то других темах, там, опять же, о погоде, где кто живет, у кого сколько детей, в общем, таких нейтральных темах. Все комментарии уже по окончанию. Когда вы приехали в МРЭО, запарковались, парковка, кстати, обязательно должна быть задним ходом. Вот у меня спрашивали, передом, задом мой вот сенсор конкретно говорил, задним ходом, паркуемся задним ходом. То есть, если у вас это плохо получается, то такой совет это все тренировать, потому что, ну, это требует он. Вы паркуетесь, отстегиваете ремни, и после этого он обязательно спросит вас, есть ли у тебя какой-то комментарий по сегодняшнему вождению твоему. И, да, вот вы должны что-то сказать. Что вы думаете? Сдали вы, не сдали? Если сдали, то почему так уверены? Если не сдали, то какие были ошибки? Вот, и после этого уже говорит комментарий. Вот, кстати, да, задавали мне вопрос, на какой машине я училась, да, и сдавала. Audi A3. Очень старая машина. Ну, очень. Сборка 2017 года, сентябрь месяц. То есть, все машины вообще в Норвегии, вот в этих вот автошколах, они новенькие все. Ну, и после этого он говорит свой вердикт, сдали, не сдали. Если сдали, то идете, вот, опять же, в здание МРЭО, ищите своего инструктора, который там сидит, кофе попивает. Вместе с ней идете, заказываете карточку саму, вот эту вот, еще рекорд. Кстати, человек, который будет у вас принимать оплату за вот эту карточку, обязательно вас поздравит. То есть, о, гратулирую там, как классно, вообще, все супер. Вот, вы платите за нее, и этот же человек дает вам медлитидли еще рекорд. Это временные права, то есть, до тех пор, пока есть вот эта вот карта сама, не придет вам на почту, а пообещали мне ее прислать в течение вот следующей недели. Ну, все, вроде бы вот все рассказала. В следующем видео расскажу вообще вот то, что обещала. Вот, а, да, я, что нужно для того, чтобы сдать в Норвегии на права, сколько платить, когда платить, какие курсы проходить, зачем их проходить. Вообще, все, 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 в следующем видео, кому интересно, точно там увидимся. Все, всем спасибо за просмотр, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok